Привет, зрители! А прикиньте, мы вот эту серию Пеглина сейчас для вас снимаем где-то через неделю после прошлой серии. Она выйдет, наверное, не с такой большой задержкой, но вообще жесть. Так что, так вот получилось, что мы неделю почти в Пеглина не играли. Ну, наверное, не неделю, дней 5. Для меня как будто месяц прошел. Ладно, у нас тут осталось незаконченное дело. Вообще незаконченное. И время его завершить. 15-е возвышение. Винстрик, Энни Процент, Варлок Ворлд Рекорд, Спидран. Мы выиграли на 14-м, почти с первой попытки. И вообще, если честно, все эти возвышения, мы как-то... Нам обещали, что мы их не сможем пройти вообще, а мы с первой, со второй попытки все прошли. Ну и осталось вот это вот веселье. 15-е возвышение. Враги делают дополнительный ход, когда ты перезаряжаешь колоду. Ну, это, конечно, вообще жесть. А, поехали. Поехали на 15-е возвышение с первой попытки. Энни Процент и все дела. Ой, какие тут сладкие булочки на старте. Ой, какие релики. Ну, надо ставки делать. Надо казино открывать. Так, пройдем. Пройдет ли пеглин босса? Окей, первого босса. Если вам кажется, что я странно разговариваю, у меня странный голос, вы правы. Я не могу выкарабкаться из вируса никак. Меня вирус вообще уничтожил. Я не мог говорить. Я сегодня, вот это я разговариваю, это я очень хорошо разговариваю. По сравнению с прошлыми несколькими днями. Это просто у меня сейчас идеал речи. Красная команда делает ставки. Спасибо. Скорейшего выздоровления будешь ждать, Одесс 2? Мистер Релеванс и Совесть. Спасибо за 111 рублей. Я очень ценю поддержку. Благодарю. Благодарю за пожелание выздоровления. Постараюсь. Хейдес 2 очень жду. Выглядит мега круто. Прям в предвкушении. Надеюсь, он будет так хорош. Окей, знаете что? Хейдес 2 ждем. Да, да, да. Хейдес 2 как только выйдет, сразу пойдем тысяч-тысяч делать. Окей, я думаю, нужно взять золото на старте. Расплавленное золото дает 5 дополнительных штырей с монетками. Их, конечно, надо выбить. Но первым реликом... Ну, ты не можешь первым реликом скипать золото, да? К тому же релик на пыль почти бесполезный. А кинжал хорош, но не универсален. Потому что критового урона не дает. Так что погнали. О, сколько золота на столе. В общем, главная задача... Сейчас будем копить деньгу. Будем фармить все золото. Так, бомбочки взрывать не надо. Хотя есть вариант бомбочки сразу взорвать. Чтобы проще золото было копить. Ну, посмотрим. Да, штыри с монетками это круто. И к тому же у монеток есть синергию. Мы можем с монетками разные штуки интересные делать. Мы можем проворачивать. Мантия есть. Которая... Ну... Я не знаю насчет выигрывать за беги. Но она очень хороша, мантия. Она вполне неплохая такая. И... Меня она более чем устраивает. Знаешь что? Я бы сейчас взорвал бомбы. Чтобы... Последний слизень не вышел. Ну, не получилось. Тогда придется... Как-то аккуратно так... Вот здесь сейчас золото подсобирать. На левой части. Не хотел я поджигать вторую бомбу. Ну, первую надо сейчас поджигать. Если мы не хотим. А, они же еще двойной ход делают, да? Когда... Ну, блин. Ладно. Тогда вот так. Они двойной ход делают, когда мы... А ну все. Двойного хода не будет. Все взорвали. Но 31 золото в первой комнате. Это норм. Вполне. Какие синергии у монеток? Точно есть релик, который наносит дополнительный урон от монеток. 100% есть. Так что... Енотный кромант. Зимникс. Зимникс, спасибо большое за подписку на 3 месяца вперед. Не один, не два, а три. Благодарю. Благодарю тебя. Молния автопик. Я так считаю тоже. Молния это вложение в экономику. Молния и матрешка прям поднялись. Но матрешка и раньше была крутая. Зимникс, это молния для тебя? Ты еще быстрее молнии. Короче, раньше... Ну матрешка, понятно, была крутая и раньше. А вот молния раньше была... Ну... Я... Я бы скажу, что... Нифига не моим любимым шариком. Ну вот я провтыкал релик. Потому что собрал две монетки. Ну руина. Ну что тут скажешь. Я такой, сейчас мы монетки соберем. Ну и собрал монетки. И чего? Теперь у меня есть монетки. Жадность? Это была именно она. В чистом виде. Сотобогатые. Предводитель. Не болей, поправляйся. Надеемся, ты про нас не забыл. О, мышесектанты. Спасибо вам за 69 сердечков. Спасибо. Нет, конечно. Одни из нас. Одни из нас. Мышесектанты. Все под контролем. Жертвенные алтари наточены. Все как вы любите. Как можно забыть про мышей сектантов. Если ты забудешь про мышей сектантов, то они вспомнят о тебе. Спасибо вам большое, мыши. За донат. И за здоровье. Благодарю вас. Так, у нас осталось чуть-чуть монеток не собранных. Давайте вот так сейчас бросим. А, две бомбы взорвались. Я хотел одну бомбу взорвать, но все равно 50 монеток. Неплохо. Привет. Это я, Пегнил Старший. Жду сегодня игру со мной. Пегнил. И пожалуйста. Давай без руин сегодня, а то я устал бегать от костра, от костру. Пегнил Старший. Также известный как Пеглин Старший. Я понял. Старший брат Пеглина застрял там в этом, в городе с какими-то призраками и скелетами. Я помню, где мы закончили. На самом интересном месте. спасибо большое за донат. Спасибо за 100 рублей. Я очень ценю поддержку. Мы посмотрим. Окей. Мы достримим сейчас. Мы сейчас поиграем в Пеглина. И мы... Я вам скажу. Будем мы дальше стримить, или я пойду спать. Эта неделя я ничего вообще не обещаю. На этой неделе у нас пока полный бардак. Но я очень тоже хочу в Старшего Пеглина поиграть в Дарк Соулса. Окей. Смотрите, какие шарики. Во-первых, призрак. Во-вторых, улучшарик. Мы можем призрака и сразу загрейдить, да? Прям у нас будет решена... Решены вопросы с массу урона. Блин, это, наверное, хорошая идея. Так. А что у нас с путем? Ну, здесь нужно идти на элитку. Без вариантов. Но стоит ли призрака на элитку брать? Призрак... Призрак хорош на двух из трех элиток. Очень хорош. А вот на Минотавре он руинища. На Минотавре он вредит. На Минотавре очень хороший улучшар. Чан-чан говорит брать призрак. Ну, давайте, давайте. Призрак сразу на второй уровень. Погнали. Второй уровень призрака это серьезно. Два-три массу урона это нормально. Так. Ну и здесь... А здесь мы, кстати, можем пожадничать с монетками. Но я не уверен, что я хочу... А, ладно. Две монетки на дороге не валяются. Масурон не нужен на элитках? На растениях очень нужен. О, обелиск. А вот это уже интересно. Так. Так. Монумяч. Ну-ка, ну-ка, давайте думать. Мы можем взять монумяч? На элитках монумяч нам сейчас очень пригодится. Да. Да и на боссе. Знаете что? Давайте брать монумяч. Пускай у нас будет демэдж на босса и так далее. А там потом разберемся. Билд под него не обязательно собирать. Я просто очень сильно сомневаюсь, что мы сейчас поудаляем кучу камней до второго этажа. Правда, мы можем сейчас камень удалить. Бесплатно. Что круто. Ладно, давайте возьмем его. Мне кажется, мы еще не тестили монумяч в новом пегляне. Мы еще не проверяли, как он будет работать. Насколько будет эффективно его использование. Мне кажется, он должен быть хорош. Теперь у нас есть хорошие шарики. Наконец-то. Так, это на самом деле сложный бой. Здесь надо быть осторожней. Этот бой выглядит простеньким, а он-то вообще-то руина. Так, нам нужен сейчас... А, я бы сейчас бросил молнию за золотом или призрака. Давай молнию за золотом налево вот туда. она еще почистит экран. Молния так хороша теперь. Монетки собирает. Молния бьет. Класс. А вот теперь призрака я не знаю, стоит ли бросать. Да стоит. Не надо выделываться. Такой, может, не стоит бросать, может, надо монетки пофармить, но это уже какая-то мега жадность. Ну, к тому же призрак на 15 урона по пустой доске. Хочу ли я выбирать эрку? Пока нет. Может быть, еще пожадничать и золото пофармить. Вот, блин, жадность. В бомбу-то я не попаду отсюда, кстати. Ага, да выделывался. То-то же. Маленький мячик может помочь. Может, вот этот бросок. А, попаду. Окей, тогда все нормально. А бомбы же ослаблены. Все забыл. Так, нужно 13 урона. Ну, здесь бы тоже лучше вот так монетки собрать и потом бомбу. О, идеальный бросок. Вы видели, сколько я зафармил монеток? Теперь мы просто сделаем вот так. Вот так вот. Билд на мегафарм. Одну монетку не собрали. Одну. Что-то я, видимо, так хорош. Ага, так хорош. Ну, получил в лицо. Опять забыл, что бомбы не 50 урона наносит, а меньше. И монетку потом не собрал. Фу ты, ешкин. Руина. Сразу слышно, варлок не уважает всякие нафтизины. Ты не представляешь, сколько я этих нафтизинов выпил через нос. Две банки. Все бесполезно. Это вирус. У меня, у меня этот, вообще, поменялся нюх, поменялся вкус. Я, еда какая-то вся со странным вкусом. Вообще, трэш полный. вообще жесть. Я думаю, это корона. Ну, а либо корона, либо жена говорит, может быть, свиной гриб поросячий. Видимо, намекает, что я поросенок. Невкусное стало вкусным? Хороший вопрос. Я не ел ничего невкусного. Надо будет попробовать. Думаете, стоит сырого мяса хряпнуть, пойти. В холодильнике там лежит у меня сырое мясо. Цапнуть его за бочок заради эксперимента. Проверить. То есть? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Проверить. 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 Вот эту камеру Все Нельзя смеяться Надо сохранять полное спокойствие Полнейшее Стрим для грустых, да Окей Так, ну давайте молнию улучшать Будем монетки фармить Больше молния попадает, больше монеток фармит Так, ну и сначала направо, а потом налево калитки Знаете, что мне надо попробовать пока? О, релики Рок единорога Кинжал и навигация Окей, навигацию я буду Руинить постоянно, поэтому лучше выбить кинжал Цапнешь сырого мяса За бачок и вместе с простудой Заработаешь цепня какого-нибудь Не надо так И цепень еще заболел Еще и цепня заражу Ладно, сам заболел, а цепень-то в чем виноват? Он-то ничего плохого не делал Взял его и заразил еще Ладно, не буду Так уж и быть Цепня жалко Спасибо RZRFund за донат Спасибо за 64 С сердечком Так, смотрите Какая Как интересно Окей Нам нужно как можно быстрее призрака сыграть И хорошо сыграть Не просто как-то сыграть Поэтому желательно R-ку активировать Прямо перед призраком То есть делаем вот так Короче Теперь Хорошего крита нет Хотя мы можем туда кинуть крит Стоит ли оно того? Не Нам лучше сейчас Как нам лучше всего сделать? Сыграть кинжар в крит? Можем Потом на следующий ход сыграть Монумячев R-ку А потом сыграть призрак А во, точно Вот эта идея Нормально 49 урона Это норм Теперь мы этот играем В R-ку О, идеальный А, идеально Задоджил R-ку и крит Ха-ха-ха Вот тебе идеальный Да умничался И теперь мы играем Вот сюда призрака Призрак, правда На этой карте Может руйниться Да Но нормально 48 масс урона Вполне норм Так Ну у нас проблемы Честно говоря Нам R-ку надо выбивать R-ку лучше выбивать молнией Я попробую R-ку молнией выбить О, сейчас эта элитка нам напинает А, все, промахнулся Мы умрем сразу на первой элитке Да? Потому что Вот одна Криво заспавнившаяся R-ка И ты мертв Что у них двойной ход После При перезарядке И у них И у них этот Блин Как тут Кинжарх сильный сыграть Да Не самый сильный Кинжарх Эй, как эту R-ку Выбить, чат? Так Так Есть Ок Так, теперь попробуем Попробуем призракам обоих Сейчас подстрелить Хотя нет Лучше всего в тебя кинуть Сейчас вот так Вот так В того, у которого много ХП-шки Теперь попробовать обоих Снести призракам Вот здесь Ай, ну куда он покатился Призрак Ты был избранником Призрак руины Он вообще не туда покатился Какую из них бить? Ладно, не будем рисковать Да Могло быть лучше Мягко говоря Ну Не знаю, как мы будем тогда Валить элиток В нашем На пятнадцатом Возвращении Чё-то очень жестко Они получаются Нифига не выгодные будут Мы живы? Да, но Вот мы заработали Мы все деньги, что заработали Теперь потратим на лечение Как в жизни Все-все как в реале Сколько заработал Все на лечение ушло Слишком реалистичная игра Вырубай Вырубай Давай другую Так Давай Я хочу купить улучшарик И улучшить его Или оставить деньги на магазин Да, 12 здоровья за 25 денег Это полная фигня Это жесть А не лечение Современные частные клиники Но мы умрем И надо брать улучшарик Улучшарик Нам нужен будет на боссе Может в магазине яблоко будет А у нас денег не будет Потому что мы идем по сути А хотя вот здесь можно получить деньги Можно так, так, потом так, потом так Потому что на эту элитку В первые времена До нерфа 50 урона Офигеть Может сейчас кукурузу найдем Нет Мы нашли топорик И щит Полный комплект викинга Так, ну смотрите Топор Пробивает Резисты противником Что актуально на втором этаже Мне что-то как-то Про второй этаж Вообще сейчас не хочется думать Второй этаж Может еще не наступить То есть Нам тут слизни Еще проходить Давайте Давайте щит Он хотя бы что-то Сделает здесь И сейчас А не потом Когда-нибудь Поэтому Топор инвестиция Да, но У нас упеглино 30 хп И слизень Впереди Это на слизне Может засейвить Да, и мы здесь Ничего не теряем Если попробуем Взорвать бомбы Ну Шансы На это Очень низкие Да, у нас Молния и призрак Они бьют через щиты Это правда Ооо Колокольчик И яблоко Яблоко Это как лечение На 15 И улучшение Хилок Так Ну а колокольчик Билд на прокрутку Колоды Которые у нас Сейчас Вот вообще Никак не смотрится Колода большая Хотя приятно Было бы Но Делать билд На прокрутку Без Щита В современных Реалиях Нельзя Потому что Враги ходят По два раза Так что Давай яблоко Брать Так А здесь Нам направо Надо Ты камень Не удалил Не получится Мне кажется Что даже Если бы я удалил Камень Все равно Фигня Потому что Сейчас Все Даже Если бы я удалил Камень Все равно Была бы Фигня Потому что Не та На этом Возвышении Тяжело Сделать Это За Иксоза Привет Кей Я понял Ты бота Уже Доделываешь Ну Вообще Супер Круто Ты Не спеши Да Да Как Сделаешь Так Сделаешь В субботу Будет Бот Готов Я понял Я не знаю Буду ли я В субботу Готов И вообще Как у нас Будет по стримам На этой неделе Ну я понял Спасибо большое Так Звучит Офигенно Если что Зэксоза Пишет бота Для голосования В чате Типа Плюс-минус В чат И бот Такой Чик И считает Количество Голосов Что Мега Круто Таких прогулщиков У нас в школе Называли Еврейской Фамилией Эпсон Хуй Эпсон Тудей Ха-ха-ха 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 Сегодня Кто Дюйти Лондон Лондон Капитал Грэйт Грэйт Бриттен Эври Монинг Айвэйкап Думай Морнинг Эксерсайз Знаю Знаю Знакомая Знакомая Детство Так Окей Надо нам Сейчас бомбу Включить А то беда Будет Давайте Вот сюда Попробуем Бомбу Есть Спасибо Апач Босс Вертолет За Донат Спасибо Босс Вертолет За 100 рублей Сердечком Я очень ценю Поддержку Да У нас Тоже В школе Были Такие Уроки Так Чат Плюсует И минусует Ну что там Вы Бота Тестируете Блин Руина Так Ну мы Надо Короче Подрывать Бомбу Нам ХП Нельзя Терять Два Хода Получают Жесть Так Ну сейчас Мы тебя Мономячом Наверное Его добьем С критом Окей Что у нас Есть Что у нас Есть Ну у нас Есть магазин Впереди Поэтому наверное Надо ничего Не трогать Да Ну хотя Улучшить Какой нить Молнию Или там Призрака Было бы Неплохо Но На боссе Призрак Не то Чтоб Сильно Поможет Давайте Подождем Давайте Подождем Мы посмотрим Что мы В магазине Увидим Можем Через два Магазина Пройти Если Очень Хочется Купить Там Вампирика Например Да Ну или Может Зарунить И упасть В огонь Альтернативно Два Раза Два Раза Можно В огонь Упасть Тоже Тоже Неплохо 10 ХП Лишнее У нас Поэтому Давайте Так Сделаем Так Вампирика Нет Релики О Вот Пендант Пеглина Вот Хороший Релик Собранное Золото Наносит Урон Вот Это На фруктики Варлочку Для выздоровления О Аксио Спасибо тебе большое Спасибо большое Аксио The Great Великий Аксио За 404 Сердечком Рублей Спасибо За донат Фруктики Как раз То что нужно Буквально Вчера Ты в тему На фруктики Буквально Вчера Жена Хурму Купила В магазине Принесла Такая Хурма Вкусная Мы такие Вчера Надо Короче Килограмма 4 Хурмы Купить Положить В холодильник Как раз На месяц Хватит Чтобы Вкусную Хурму Есть И Очень Вовремя Так Надо Пойти И Закупить Хурмы Спасибо Большой актер Ужас Бедное Дитя Как же Вылечить Тебя Я из Германии Прибыть Сироп Целебный Привозить От кашля Помогать Лучше Он бронхи Очищает Макулатура Из Из Каких Далеких Прошлых Нам Это Пришло О Блин Это 2000 Начало 2000 Что-то Такое Да О Амбробен Спасибо Этот Стрим Спонсирован А Простите Не Спонсирован Амбробен Спасибо Большой За Донат Вот Это Камбэк Из Прошлого Да Натур Лич Блин Все Хана Так Если Мы Возьмем Обруч У нас Будет Урон На Босса Ребят Победа Для Вас Мы Сейчас Выиграем Гарантирую Если Мы Возьмем Пендант У нас Будет Урон На Слизня Нормальный Урон А нам Нужен Урон На Слизня Будет У нас Не Будет Жизней У нас Будет Урон Или Мы Можем Оставлять Деньги И Надеяться Вытащить Вампирик А Давайте Урон Я Попробую Надеюсь Затащим Удалять Камень Я Не Буду Пока И Мы Пойдем Тогда В Вопросик Ну Попытаемся Пойти В вопросик Может быть Сейчас Здесь Хилку Выбьем Если Сейчас Элитку Выбьем Наверное Забег Закончится Склизкая Поляна О Окей Удалить Камень Монумяч Или Призрачный Шар Наверное Камень Несмотря На то Что У нас Есть Монумяч Все равно Стоит Удалить Камень Да Потому что Билд На Монумяч Мы Делать Не Будем Монумяч Все равно Лучше Камня Это Хотя Бы Что Сейчас Надо Хороший Бой И Не И Не Затупить Это Нормальный Бой Призрак Здесь Рулит Окей И у Нас Есть Урон Монеток Надо Не Взорвать Сейчас Бомбы Главное В Первый Ход Призрак Набьет Достаточно Урона Да Более Чем Как Он Хорош Так И Теперь Мы Можем Даже Пофармить Монетки Я Так Думаю Окей Кенжар Здесь Не Нужен Плюс Монетки Это Больше Денег Больше Урона Не Наверное Не Буду Я Жадничать Брошу Вот Так Точно Впереди Идущую Мышь Снять Чем Больше Ходов Тем Лучше Для Нас А Вот Тут Прокручивать Колоду Наверное Не Лучшая Идея Хотя Ладно Давайте Давайте Вот Так Нормально Монетки Дамажат Нормально Ну И Этой Молнией Я Наверное Сейчас Делаю Вот Такой Маневр Ой Как Я Рассчитывал Что Она Бомбы Взорвет Я Очень На Эту Молнию Рассчитывал Ребят Учет Я Затупил Так То У меня Прицел Сбился Это Не Начало 2000 Это 2010 2012 Года Окей Амбробен Я Понял Я Понял Я Думал Ты Старше Амбробен Но Много Более Современным Оказался Наш Амбробен Спасибо Большое За Донат Я Помню Эту Рекламу Или Мне Кажется Что Я Помню Может И Не Помню На Сам Деле Я Сейчас Плохо Соображаю Вообще В Принципе Окей Ну Вот Теперь Я Все Бомбы Взорвал Семьдесят Монеток Семьдесят Есть Еще Такая Это Тантем Верди Форти Атакует Он Микробы В горле Если Ты В Теме То Не Это Тантем Верди Форти Но Еще Всегда Можно Хлопнуть Бургер За Здоровье Варлока Артем Спасибо Большое За Донат Спасибо Большое За Стой Сердечком Вот Антрумберде Форте Звучит Как Древнее Заклинание Антрумберде Форте Имус Демонус Викус Империус Вызываем Ктулху Микробьева Изгоняем Тем Жить И Можем Либо Апгрейд Либо Шарик Слизень Убьет Что Не Купи Но Вот Мне Кажется Валун Ни Один Из Шариков Мне Кажется На Слизне Нам Не Поможет Только Первая Реклама Была В 2002 А В 2002 Понял Амбробене Спасибо Спасибо Большое За Донат Я Был Стар Когда Этот Был Мир Был Молод Окей Давайте Молнию Апгрейдить Чат Говорит Апгрейдить Молнию Я Согласен Бомбы Выбивать 35 Здоровья МН На Мертвые Собак Варлоч А Собак Варлоч Я Вижу Что Тебе Плохо Так И Быть Возьму Стрим На Себя Собак Варлоч Собак Мисплей Спасибо За 64 Сердечка Мне Абсолютно Нормально Все Под Контролем Мисплей Все Все Нормально Не Не На Надо На Себя Ничего Брать У Нас Тут Все В Порядке Нам Нужен Очень Хороший Монумяч Мисплей Бросок Для Тебя Без Мисплеев Лучший Монумяч В Истории Смотри На 100 Урона Всего Лишь Я Насчитывал Что Будет Побольше Теперь Хороший Крит Крит Даже Не Не Сдвинулся С места Ладно Что У Нас Следую По Эффективности Призрак Окей У нас Есть Призрак Мы Можем Это Сделать Куда Он Полетел Да Была Такая Странная Траектория Окей И у Нас Есть Молния Молнию Нужно Использовать Чтобы Бомбы Хряпнуть Вот Вот Эти Да Да Есть Две Ну И Дальше Чего Попробовать Вот Этим Камнем Взорвать Две Бомбы Здесь Ну Одну Хотя Б Уже Неплохо Блин Мы Не Можем Математически Здесь Выиграть Да Потому Что Сейчас Прокрутится Он Получит Два Хода И Устроит Нам Айзенкур Капец Ну Мы Попробуем Вот Сюда И Попытаться Выбить Эрку Эрка Еще Так Лежит Как В нее Попадать Специально Вообще Непонятно Нет Сейчас Будет Три Хода У Слизня Ну Типа Да И Надо Еще 400 ХП Сносить Мы Сыграли Блин Почти Идеальный Раунд Честно Это был Почти Идеальный Раунд Я Ни Одного Плохого Броска Не Сделал Ни Одного Но ХП Тут Нужно Много Запас То Получится Так Чтобы Приходить С 30 ХП На Слизня И Выносить Его Тебе Просто Нечем Урон Наносить И Это Мы Еще С Дополнительным Демеджем От Монеток Зажупил Золото На Хил Перед Магазином Ну Да Нет Отхила Со Стартером Но Смерть По Моему Короче Вампирик Доктор Маст Хэв Да В этом На Возвышении Ну Все Наши Забеги Которые Мы Выигрывали У нас Были Вампирик И Доктор И Вампирик И Доктор Зато Делают Ну Я Не Скажу Что Автопобеду Но Проиграть С Вампириком И Доктором На Первом Боссе Очень Сложно Синяя Команда Все Таки Срубила Куш Ладно Давайте Рестарт Ничего Это Был Пробный Забег Настоящий Забег Начинается Здесь Ребелин Дендилайн Привет Адуванчик Следующее Возвышение Убирает Вампирик И Доктор Из Игры Следующее Возвышение Удаляет Игру О Обои Руки Со Старту Ок Это Интересно И Страшно Опять же С новым Апгрейдом Это С новым Апгрейдом Врагов Так ли Это Эффективно Вообще Это Лучший Релик В игре Раньше Был Один Сброс Шаров Дополнительный Дает Тебе Невероятные Возможности А сейчас Я даже Не знаю Ммм Ну Давайте Пробовать На Пятнадцатом Авто Скип Я не думаю Нам нужно Больше Шаров И меньше Сброса А этим Можно Выиграть Можно ли Выиграть Колодой В пятнадцать Шаров Рандомных Разных Это будет Тебе стоить Как крыло От самолета И они Все будут Плохие То есть В современном Пеглине Со сбором Колодой На пятнадцать Шаров Есть проблема Потому что Апгрейд Шарика И Добавление Нового Шарика Стоят Одинаково То есть Эти пятнадцать Добавленных Тобой Шаров Которые Ты Добавил Чтобы Контрить Двойной Ход Врагов Они У тебя Съели Все Апгрейды И Ты Такой Короче Вместо Того Чтобы Сильным Кидать Сильные Шарики Кидаешь А Слабые Шарики Б Они У тебя Сто Пятьсот Видов Этих Шариков У тебя Поэтому Ты Никогда Не можешь Вытащить То Что Тебе Нужно Здесь И Сейчас И Г Ты Наверное Уже Умер На Какой Первом Боссе Когда Начал Шарики Не Апгрейдить По Моему Мы Не Можем Подстраиваться Под Двойной Ход Врагов Если Мы Начнем Под Него Подстраиваться Мы Будем Ломать Базовые Принципы Построения Колоды О Релики Со Старту Класс Черепахи Когти И Бандана Бандана Лучше Сего Бандана Топ Релик Ну Естественно Мы Не Получим Следующее Возвышение Добавляет Мой Клон Не Только Тебе Со Своими Тусить О Мисплей Тебе Еще Клонов Да Тебе Мало Что Ли Так На Каждом Стриме По 20 Копий Мисплея Спасибо За Зарат Спасибо Большое О Алтарь Ну Мы Наверное Пожертвуем Камень И Улучшим Камень Ну Вот Тебе Маленькая Колода С собой Руки Добро Пожаловать В Ад Тех Блин Яблоко Окей Рог Мы Не Берем Рог Четы Яблоко Пойдет А что Мы Можем Взять На Элипке Ничего Не Не Будем Будем Обниматься Одуванчик Спасибо Большое За 77 Сердечком Еще В идеале Мне бы В маску Одеть Но Я Короче Видите Маску Не Одел Чат Весь Заразится Еще Вообще Беда Спасибо Большое Адлантик Но У меня На экране На мониторе У меня Этот Наклеено Через Монитор Не Должно Попасть Мы Не Можем Пройти Элитку На Элитку Релики Нужны По-моему Мы Не Проходим Никакую Элитку Чат Мы Пройдем Мы Не Пройдем Как Мы Можем Пройти Только Минотавра Если Очень Повезет С Кинжаром Прям Очень Очень Мне Кажется Элитка Математически Не Проходимо С Элиткой И С Модификатором Возвышения Нашим Риск Дело Благородное Так Это Не Риск Это Просто Автолуз Не И Даже Если Мы Пройдем Даже Если Мы Пройдем Толку У 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 Деньги Угрохаем На Лечение Нам Нужно Сначала Найти Лечащий Шарик Попытаться Справа Релик Я Знаю Но Мы Умираем На Элитке Чат Минотавр Который Ходит Два Раза Когда Ты Прокручиваешь Колоду Это 50 Демеджа Он Тесносит Половину ХП Просто Когда Ты Прокручиваешь Колоду Это Вообще Жесть Он Не Верит В Криты А Че Мне В Них Верить Че Они Для Мня Хорошего Сделали Внимание Сейчас Будет Каламбур Держитесь Покрепче Итак Как Называется Подводный Воронок Аквамен Понятно Аквамем Спасибо Мисс Плей За За Аквамем Вы Видели Что Эти Слизни С нами Сделали За Один Ход Чат Представьте Это Была Элитка Это Просто Слизня Сходили Один Раз Теперь То же Самое На Элитке Ой Жесть Так Ну Нам Не Выпадают Сегодня Я так Понимаю Нормальные Шарики У вас Есть Камень Склизкий Шар Резинка И Топор Да Да Что Резинку Вберем Она Самая Нормальная Из Всего Этого Склизкий Шар Не Рабочий Он Ломает Наша Уникальна Она Живет Она Дышит Зеленый Лес Легкие Наши Планеты Лесной Воздух Дар Реклама Чего Лес Это Природный Доктор Целебные Свойства Лесных Трав Обрели Новую Силу В препаратах Доктор Мом Доктор Мом Как лечит Сама Природа А Точно Было Такое Доктор Мом Мы Уничтожаем Природу Перерабатываем Ее На сиропы Для того Чтобы Поддерживать Жизнь Человеков Которые Эту Природу Разрушают Помню Было Было Что-то Такое Спасибо Доктор Мом За донат Вот Резинку Для тебя Купим Для Доктора Мом Доктор Мом Самый Лучший Доктор Среди Мом Мом Да Так что Доктор Мом Я Вас Услышал Зеленая Планета Чат А Есть кто-нибудь Кто работает На фабрике Лекарств Не потому Что Подкиньте Мне Доктора Мом А я К тому Что На всех Этих Лекарствах Пишут С экстрактом Подорожника С экстрактом Листьев Зеленого Попугая Или еще Что-то Такое Они же Реально Не запихивают В бутылки Миллионы Миллиарды Бутылок Выпускаемых Каждый день Экстракт Подорожника Подорожник Б кончился Как это работает Чат Кто знает Как действительно Работает Производство Травяных Лекарств Ну Типа Травяных Я знаю Что бывает Сухая Трава И Она Уж Наверное Настоящая А Которые Типа Травяные Чутка Экстракта А Что Такое Экстракт О О Да Аквамен И Доктор Мом Злодеи Бегите Герои Пришли Аквамен И Доктор Мом Они Объединились Для Того Чтобы Спасти Мир От Вирус Мена Спасибо Спасибо Мисплей За донат Спасибо За 64 Сердечка Экстракт Это Бульончик Травяной Окей Я не буду Читать Выписку Из Википедии Чат Вы мне Расскажите Нормальными Словами На Википедии Я сам Могу Прочитать Экстракт Это Вещество Выжатое Из Растения Как-то Химически Обработанное Но Сколько Они Там Его Выжимают Неужели Они Так Много Его Выжимают Чтобы На 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 Миллионы Баночек Потому Что Смотрите Там 5 Миллионов Этих Видов Лекарств И в каждом Этом Лекарстве Экстракт Какой-нибудь Травы В В В В Каждой Это Просто Это Просто Чаек Настойка И Потом И Все Берешь Подорожник Его В Кашу Миксером Заливаешь Водой Или Спиртом И Это Вот И Есть Экстракт Экстрактом Считается Жидкость Или Вот То Что Осталось В Или То Что Осталось В Сухом Остатке Количество Экстракта Не Указывается Что Его Там Ничтожно Мало Экстракт Из Лепестков Рос Из 50 Килограмм Лепестков Получается Одна Капля Окей Жидкость Это Экстракт Подождите А чай Тоже Экстракт Технически Если я Завариваю Чай В чашке Я тоже Делаю Экстракт Ну Грубо Говоря Очень Слабый Или Нет Он Должен Быть Очень Концентрированный Но Я Делаю Слабый Экстракт Нет А Чай Потому Что Уже Просушенный А Если Я Возьму Свежесорванный Лист Чая Окей Это Диффузионный Раствор Значит Это Другое Да Окей Я понял Это Другое Мы Не Мы Можем На Элитку Идти Мы Все Рано Умрем Даже С Доктором Это Будет Чай Из Листьев Чая А Как Мне Сделать Экстракт Окей Допустим У меня Есть Трава Я Хочу Сделать Из Экстракт Четкая Инструкция Вот Какая Первоклассная Есть Я не могу Дома Сделать Экстракт Чат В домашних условиях Полезные вещества Из растения Можно Вытянуть С помощью Воды Масла Или Спирта Экстракты Называются Вытяжками Вода Может Извлечь Водорастворимые Вещества Масло Массодержащие Спирт И те И другие Залить Спиртом Настоять И выпарить Подождите Вот Вы когда Говорите Выпарить Мне Что Надо Сделать Мне Нужно Чтобы О Мой Бог На Газу Выпарить И собрать Пар Мертвые Когда вирусы Простуды И гриппа Атакуют А лечение Опаздывает На помощь Придет Кагоцелл Кагоцелл Он вызывает Образование Интерферона С высокой Противовирусной Активностью Кагоцелл Мертвые В обычном Баю Работает При запоздалом Лечении Для взрослых И детей С трех лет Какое Название Такое Еще Кагоцелл Какой Ни динозавр Да Велоцираптор Бронтозавр Археоптерикс И Кагоцелл Смотри На ютубе Тебе Никто Ничего Нормально Не Объяснит Зачем Мне Смотреть На ютубе Мне Некогда Таким Заниматься Щоб Я Сидел На ютубе Смотрел Как Экстракты Делать Спасибо Кагоцелл За донат Спасибо За Сдать Сердечком Есть Рецепт Изготовления Экстракта Куавитай Нужен Сахар Дрожжи И перегонный Куб Сахар Дрожжи Дрожжи И перегонный Куб Знакомый Рецепт Мне кажется У меня Дед Такое Делал Что-то Очень Знакомое Окей Зимникс Вот Пишет Хорошую Инструкцию Зимникс Хорошую Инструкцию Так Измельчить Сырье Залить Спиртом На 2-3 пальца Выше верхней Границы Сырья Настаивать 21 день Спирт Из экстракта Выпарить На водяной Бане Да Но Какая часть Этого Окей У меня Останется Если я Выпарю Спирт На водяной Бане Я Я Например Взял Листья Листья Какого Ни Дерева Вот Мне Экстракт Дуба Надо Сделать Я Залил их Спиртом Потом Я Такой Подождал 21 День И Потом Я Такой Хопа И Выпарил Спирт Останется Вода С дубом Но Сказали Откуда Вода Там Возьмется Там Не Было Там Там Листья Дуба И Спирт Останется Сухой Дуб Экстракт Дуба Слева Сидит Спирт Не Стопроцентный Спирт Не Стопроцентный Окей Окей Мне нужно Нагреть Не до 100 градусов Чтобы вода Не Испарилась Не до 100 градусов Нагреваю Окей Я понял Начинаю Понимать А мне Нужна Ссылка Википедии Я могу И сам Прочитать Ссылку Мне Нужно Нормальное Объяснение При помощи Ультразвука Сделать Экстракт При помощи Ультразвука Мне кажется Что это Что-то Сложное Это Наверное Не то Что нам Нужно Спирт Это 96% Вроде Окей У меня Останется 4% Подожди Но говорили же Еще можно Экстракт На воде Делать Что-то Здесь Не так В нас Чат Что-то Здесь Не так Мы Где-то С вами Свернули Не в ту Сторону Омикрон Привет Здорово Криты Или Эрки На столе Пуговица На криты Или Эрка Дополнительная Блин Хороший Вопрос Окей У нас Есть Улут Шарик Наверное Эрка Важнее Наверное Эрка Важнее Мы Пытаемся Выяснить Как делать Экстракты Как делаются Экстракты На всех Лекарствах Напишут Что Везде Во всем Добавлены Экстракты Там Подорожника Мята И всего Остального Я пытаюсь Узнать Как сделать Экстракт В домашних Условиях Допустим Допустим У меня Нет Спирта Дома Если Я хочу Экстракт На воде Сделать То Как Мне Потом Тогда Испарить Лишнее Вот Вы Говорите Что Можно На воде Делать Экстракт Лучше На масле Но Если На воде Как Тогда На воде Делают Ты не достанешь Вещества Без масла И спирта Говорили Что Есть Водорастворимые Я просто Пытаюсь Понять Что У меня В итоге Получится Жидкость Или Чего Получится Ли У меня Просто Пытаюсь Понять У меня Будет В итоге Экстракт Какой Жидкий У меня Типа Бутылочка Будет С экстрактом Или Чего У меня Будет Жидкость Окей И так Еще раз С первого По последний Пункт Я взял Листья Дуба Я Залил Их Спиртом В кастрюле Закрыл Крышкой И Такой Подождал 21 День После Этого Я Поставил Листья Дуба Которые Уже Полежали В Кастрюле 21 День Я Их Такой Поставил На водную Баню И Нагревал Пока Не Выпарится Весь Спирт И у меня Осталась Водичка Дуба Это Будет Чистый Экстракт Дуба Да Босс Вы Срочно Нужны На Взлетной Полосе Не Дайте Сильной Простуде Помешать Вам Сила Терафлю Поможет Сокрушить 7 Основных Симптомов Гриппа И Простуды Терафлю Мощная Сила Против Гриппа И Простуды Терафлю Некогда Болеть Терафлю А Терафлю Звучит Как Какая-то Планета Знаешь Есть Тера Инкогнито Тера Максима А Есть Терафлю Почему Они так Странно Ее Назвали Терафлю Тера Инкогнито Понятно Да Но Почему Терафлю Типа Земля Гриппа Спасибо Терафлю За донат Спасибо За Сто Сердечко Почему Такое Странное Название Не могу Понять Блин Нужны Лимни Шарики Есть Планета Шелезяка Да 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 Тера Может быть Странное Странное Сотни лет Развитие Медицины Чтобы Мы Тут Лечились Подорожником Купи Парацетом Парацетомол Вино Вино Домашние Домашние Лекарства Тоже Наверное Лучше Да Должно Надо Эй так и давайте сделаем так такой маневр тут уже не до зарабатывания монеток у нас тут большие проблемы на модификатор на этом этаже на этом возвышении конечно просто же я не знаю что мы будем делать надо искать надо искать шарики на лечение типа я не могу найти на элитку идти можем купить снайперку например и улучшить снайперку вот улучшар и снайперка второго уровня это должно быть норм на элитке сейчас посмотрим и кажется мы умрем но если элитки не будут проходиться двумя шарами второго уровня то я не знаю чё тогда вообще нам мы будем делать так снайперка фиг знает где шар тоже фиг знает где короче собираем монетки пока кейс лизин полная фокусировка то есть будет экстракт руины давайте без экстракта руины окей он нам не нужен окей босс вышел мы идем к нему токни эрку не трогай эрку маленький жарик так ну и как нам теперь собрать бомбы здесь как-то вот так вот все-таки тронул эрку ну вот шарик надо бросать как будто шарики тяжелые какие-то вам не кажется как будто потяжелели шары я кстати брошу в крит снайперку может она в босса все равно попадет уже камни буду бросать сюда ох какой хороший бросок оси же а подожди три бомбы теперь не пробивают их о ну это слив да бомбы то теперь не проходят я забыл ну блин это непроходимо получается да но я не знаю ребят чему делать был на этом возвышении по ходу на или так нельзя ходить по ходу на или так нельзя ходить я иском случае не вижу способа этот дополнительный ход элитки в да они на и наверно математически не проходим непроходимая можно на минотавра как ты его выберешь как ты выберешь минотавра то это на минотавре фишка на минотавре прокручивать колоду и бросать клад хороший кинжар а теперь нельзя прокручивать колоду фокс добби новый чаттер добро пожаловать мы не можем прокручивать больше колоду они математически раньше были на пределе а теперь по моему предел переступ переступили проходим и с норм стартовым реликом надо рестартить до посинения до нем ну так мы не делаем все проходимо кто-то руина ну раз вы говорите наверное просто я неправильно делаю все так нам надо еще раз попробовать окей мы мы не можем уйти на этом моменте поехали вот нормальный релик для старта проща или ботинки ботинки дадут нам лечение проща вначале очень сильная ну давайте ботинки и фишку найдем да наконец-то проща ты забываешь про ботинки может нам фишка попадется походу новый план доджить элиток что конечно у вас и никак не устраивает нас потому что ты не можешь доджить элиты ты должен ходить на элиток что элитки твое самое главное усиление в начале игры они дают много золота и они дают тебе релики что очень важно без реликов будет еще сложнее сделать старт нормальный что делать что делать что делать если быстро выбить щит забег будет проще да ну-ка как ты его что значит быстро выбить щит и же нет места где гарантированно дают щит ты можешь сыграть 40 забегов и не выбить ни одного щита да потому что рандом красная команда сейчас мы все сделаем сейчас все будет так но план доджить элиток хотя бы до конца этажа вначале мы больше не можем на них ходить баланс слишком смещен пошли направо тогда ну и куда он от полечила кстати ботинки я про них забыл мы пошли налево до зеркала дублировать все шары хотите колоду на 8 камней классный ивент в первом вопросе кидах гарантированное дублирование чего-то из стартовой колоды кто это у нас соберет все пинжар к ха-ха-ха а вот кашель не наша история гиделикс с натуральным экстрактом листьев по еще кто-то принимает даже самым маленьким кашля больше волна сегодня рекламы дариме я лечусь гиделикс а вот этого я уже не знаю это что-то более современная фишка фишка ботинки первыми реликами гиделикс приносит гиделикс приносит удачу спасибо гиделикс за донат хорош дай мне фишку дай фишку дай фишку я выиграл я поги чат мы выиграли и у нас есть фишка вы попадете на элитку попадем что ли призрачный пегли ну лучше бы не знаю киджа о нет надо доджить о нет тут все в элитках по полэтажа сейчас за доджем мы не можем с этой колодой идти на элитку что на элитку чат она непроходимо будет стоит ли она того ну давайте пойдем на на элитку и умрем просто во второй комнате говорят обязан сейчас ну ладно давайте попробуем окей все сейчас сейчас все усилия приложу погнали на элитку окей 0 пятки не наносит нам урона смотри они по краю по краям окей все полная фокусировка я моления клинок мигелы я никогда не знала поражений все только победа так сейчас бросаем сюда чик 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 потом вот так вниз x2d match плюс бомба красивая главное чтобы он влево не упал и упал поги x2 112 ну хороший урон в камня окей теперь 0 пятки ловушка в 0 пятках но смотрите что мы можем сделать мы можем сейчас бросить вот сюда и и тогда она после бомбы наверно в x2 упадет если направо вот так сделать бросок есть снова x2 там даже перебор 4 урона не хватило здесь нам нужно всего лишь 4 урона поэтому давайте здесь реально можно просто в край бросить до туда без разницы сколько надо машин нет урона от огня так теперь нужно р-ка вот р-ку здесь будет тяжело достать чертовски тяжело наверное вот так и надеялся что вот это тоже зачиститься тут сейчас столько бросков уйдет если только нам не повезет здесь надо скипать кинжар кинжары руины а а а он имеют 36 урона даже с плохого броска как же он он доджит эрки все это эрку надо забирать ик 0 5 окей здесь есть шансы на x2 скин жара с критом есть это килл еще раз так же это будет 0 5 слева 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 в углу будет x2 если мы сможем в угол бросок сделать это лучше чем ничего этот шарик а просто р-ку попытаться выбить маленький шарик ну какой молодец еще и двойной урон сделал так теперь это может быть x2 кинжал двойной кинжам есть foggy привет впервые на тебя наткнулся когда искал прохождение интернете он на youtube был удивлен когда увидел когда ты прошел его на максимальном возвышении после чего остался из-за пеглина к сожалению последние эпизоды до обновления просто постоянные проигрышами уже не так интересны из real dev спасибо тебе большое за донат спасибо тебе огромное за 200 рублей я очень ценю поддержку ты думаешь они были и очень интересны лустрики лустрики по 15 штук подряд не так интересно зато потом пеглин до капиталистической обновы он был несбалансированная сложной ересью но какой полк был когда мы наконец прошли сапера какой был просто тут на стриме кипиш а это было так круто так что я считаю до того стоило лустрик в 23 месяца лустриков ради одной победы так происходит когда в легких появляясь я макрота отличное местечко здесь я останусь надолго что это саку это реклама чего но ведь он разжижает и выводит макроту из легких я выселяюсь это реально такая реклама была от лица от лица этой макроты чат там я не видел эту рекламу реально было подождите вы серьезно сейчас подождите я должен это видеть качество как старые добрые времена так происходит когда в легких появляюсь снят отличное местечко что это было что это было что такое мой бог какая это mouvement а такая зеленая почему бакроту выглядят как какая то девушка которая я июня видел никогда я не знаю почему вот прошлом прошлые рекламы я вроде бы все видел а вот макроту я пропустили стил она выглядит как теща пеглина теща пеглина точно вы даете ну вы даете нельзя так меня смешить нельзя так смеяться шутки пройти еще в 2022 блин мне нельзя смеяться с повару болит чат что вы творите о господи спасибо тещи пеглина за донаты за рекламу окей так что мы хотели делать здесь я думаю можем конечно кинжар еще улучшить окей а волейбарда норм подожди стоит там ну там слизень на слизне шар памяти рулит или чего не знаю давайте а волейбарду брать и наверное нам надо лечиться или улучшать улучшать а волейбарду давай улучшать волейбарду обра молоток король бобров айнс привет айнс здорово спасибо за 45 месяцев самый большой и самый крутой подписчик спасибо тебе большое за 45 месяцев подписки со считай что с первого дня стримов здесь ты вовремя ты очень вовремя мы тут как раз только что смотрели рекламу ты пропустил как мы рекламу от сц смотрели у нас тут забег на фишку у нас тут билд на ересь у нас тут что только не происходит полная жесть просто так что ты очень вовремя сейчас мы будем тут творить чудеса геймплея о слизень это же из рекламы ацц точно мы сейчас слизня таблетка ацц хряп и мухана вот это хорошая идея чат придумал правильно босс слизень тематичный я да я я приболел так что ты не обращай внимание на меня игнорируя стримера и четыре дня уже не стримил сейчас и сейчас мы наверно в пеглина поиграем и я пойду спать дамаску бери окей так что у нас есть у нас есть а волейбарда 2 кинжара что и 46 денег так но если мы хотим при нужен шарик на лечение я не знаю что делать но не лечить же 12 здоровья я за маской и водкой ну где нужно таблетка от босса ну вот хорошая таблетка улучшар штыри лечат такие лечения от сапога да 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 окей чат не мисплеем лечение от сапога лечение от сапога и давайте тогда улучшарик возьмем будем лечиться от сапога а как я здесь полечусь от сапога я что-то помру от сапога за на элитку уронит меня и мы мертвы тоже тут особо не полечишься кей песок в кармане на самом деле почти слизня неплох но на вега флейшн навигафляция дает золото когда мы собираем в навигации штыри а мы по идее хотим бросать штыри бросать шарик в штыри мы еще и лечимся так что логично сердце после боя восстанавливаем больше здоровья за каждый шар в сумке может быть стоит взять или усиленно усиленный порох бомбы взрывают штыри рядом при взрыве и то и другое круто после сундука тоже штыри окей знаю что тогда так и попробуем выбить релик почти получилось были так близки я фишка на самом деле нормально играет я не знаю выводит ли она нам урон в плюс но вроде не сильно в минус я бы сказал я бы сказал не особо в минус как минимум если вот еще а валибар тэкс 2 выпадет ну или 0 5 а озноб головная боль температура когда родные болеют страдаем и мы ацелококцину это не просто препарат который помогает иммунитету быстро победить грипп и простуду это наша любовь и забота о самых дорогих на свете нифига си отсылок акцином отсылок акцином и простой чего не делать такие странные названия почему ацелок как ценом почему не какой-нибудь там просто таблетки от кашля да отсылок акцином или это фишка или это психология рекламы типа у лекарства должно быть о мой бог у лекарства должно быть очень название потому что латинский язык и ацц тоже это тоже латинский язык ацц же назвалась ацц и никакого латинского нет все нормально ничего так мы мертвы смотрите мы мертвы да доктор мом да в докторе моми нет ничего латинского привет ворот зачем тебе экстракт из листьев дуба а пригодится потому что видимо мало мало дуба в голове желудей не доел в детстве спасибо пампкин пай за донат чад нам нужно выиграть нам надо нам надо сегодня хоть этот первый этаж пройти пампкин пай спасибо за донат ну получается первый этаж вообще очень сложный первый этаж стал в 10 раз сложнее если бы если ты если мы сможем раскачаться и собрать билд то все будет нормально и в принципе двойной уход для врагов будет пофиг потому что большинство сильных билдов выигрывают до первой прокрутки не считая билдов на маленькую колоду проблема в том что тут разогнаться то сложно печенька хилки печенька пог печенька очень хороша ну какая же пересь самое главное если его нет убивают раньше да эта штука сделала именно первый этаж в разы сложнее потому что именно на первом этаже у тебя меньше всего шариков в колоде значит именно на первом этаже ты будешь как можно больше получать двойных ударов за прокрутку колоды именно на первом этаже у тебя нет возможности лечиться потому что тебе нужно добавлять шарики после каждого боя иначе ты математически не проходишь именно на первом этаже ты самый слабый у тебя меньше всего вариантов как действовать и это возвышение наказывает тебя именно за это за то что ты запустил игру за то что ты на первом этаже и ты короче имел наглость попытаться сделать забег капец ну да наказывают за то что ты играешь в принципе ну вот сейчас логично бы кинжал скипнуть ну блин они два хода получили жесть просто капец вот и одна из проблем это кинжар у тебя в стартовой колоде кинжар который нужно скипать а теперь его нельзя скипать ну очень нежелательно потому что ты только себе вредишь при температуре головной боли и насморк и на помощь придет ринза Ринза поможет Снять неприятные симптомы Простуды и гриппа Не помогает Хотя нет, у меня, наверное, не Ринза А что-нибудь другое Что-то не снимает Спасибо, Ринза, за донат Спасибо за Стосердечком Вот Ринза Это же не Латинское название, чат Ринза Это же просто слово какое-то Не обязательно называйте лекарство По-латински Это явно лучше запоминается, чем Оцилокцинум Окей, вот смотрите Ринза Ринза, ее все знают Все помнят, а кто этот Оцилокцинум Оцилокцинум Он до сих пор существует? До сих пор существует? Я думал, его, может, уже перестали выпускать С таким дурацким названием Ринза Ринза Это название лекарства, а не действующего вещества А оцилокцинум Это же не тоже не будет действующее вещество Это не... Окей, я проверяю Действующее вещество Оцилокцинум Окей, по сравнению с этим Оцилокцинум Звучит еще неплохо Если бы я зашел в аптеку и попросил Дайте мне, пожалуйста, анас барбарериум и хепатикат кордис экстрактум То на меня бы, наверное, посмотрели странно Может быть, ктулху какой-нибудь вылез Это гомеопатия? Это гомеопатия? Походу, да Окей, ну давайте брать ворпхаммер, что ли Опять же, мы должны брать шарики А элиток придется вот скипать Наверное Ну С ворпхаммера попробовать элитку пнуть Дерево Мы не можем брать яйцо Давайте ссывать руку и возьмем колючка Колючка второго уровня Что баг, и она первого уровня Окей, колючка на элитках норм Против минотавра мы сейчас норм должны Я пошел на минотавра, мы попробуем вытащить этот забег Эти цветы сегодня меня пытаются доконать Это за то, что я пытался сделать экстракт дуба Они мстят За своих собратьев дубовых Да? Понял Ну и куда этот камень покатился? Почему не по пути? Так, ладно, у нас есть ворпхаммер 40 тысяч Я постараюсь почти ничего не скипать нам Окей, есть шанс найти на крит кенжаром Есть крит кенжаром Я не буду скипать ничего Я буду сейчас все бросать, что мы найдем Окей, можно выбивать эрку Но мне кажется, мы здесь можем сделать достаточно урона Да И минус один, хорошо Теперь эрку Пожалуйста Есть Неплохо Все хорошие броски сейчас были Вот прям нормальные Так, теперь камень сюда С критом По-моему, камень потяжелел Окей, ну Терри болл надо скипнуть Только если я не пытаюсь эрку выбить Но эрку рановато Окей, кенжар Кенжар вот здесь будет в крит Ну, есть шанс, что он пойдет в крит Или он может мастерски задошить его Альтернативно Окей, вот здесь мы можем выбить эрку Тоже может выбить крит Кенжар конечно так сделать не мог Чуть-чуть не хватит 39 урона нужно И мы можем сделать 39 урона Вот Здесь можно даже их камнем сделать 40 Ровно столько, сколько нужно Теперь эрку Я очень надеюсь, что мы эту эрку сейчас выбьем Есть Маленький шарик Сейчас не актуален А просто добить Окей, давай крит этим камнем Ааа Может было получше Ворбхаммер, ворбхаммер точно сюда Сейчас он как критонет Оооо 80, отлично И еще вот так вот теперь Хоп-хоп-хоп-хоп Болтосик И мы еще кинжар в крит сейчас делаем Плохой бросок, но 29 урона мы можем сделать? Выбить БР-ку Ладно, короче, я бросаю влево Вот туда, там крит вон валяется Может 14 Не добили Здесь? Так Есть, все Чат перекрывает хп-мобов Чат, а зачем вы перекрываете хп-мобов? Сейчас Чат еще и золото перекрывает Но чат ничего не говорит Золото закрывает, хп-мобов закрывают И ничего не говорят Ну им там нормально чат Кашель вылечить несложно Быстро Бережно Надежно Препарат давно проверен И Мишутка в нем уверен Мишутка? Сердечком Спасибо за донат Бромгексин Берлин Хеми А почему так сложно? Опять же, что с этим названием? Почему какой-то Бромгексин Берлин Хеми Что вообще происходит? Окей, нам нужно лечиться Чат И Апгрейд На Ворпхаммер Кридстери обновляют стол Имба Надо брать Надо брать Ну мы релик хотя бы получим Че опять такое странное? Это активное вещество И фирма-производитель Бромгексин Не должно быть Активным веществом Бромгексин Это вещество Да? Все-таки Да А, бромгексин Это собственно Активное вещество Окей, я понял Но есть 100-500 тысяч Видов Ибупрофена И они все Называются Ибупрофен И они все Разных производителей Почему так? И они просто Называются Ибупрофен Без всяких Приставок Производителя Ну Берлин Я понимаю Что Берлин Хеми Это фабрика И все Мне интересно Почему так называется? На ибупрофене Под деньги Есть Нурофен Это тоже Ибупрофен Ну да Почему Жирафа Назвали Жирафом А никак Иначе Нет Ну Жирафа Называли Ученые А это Люди Называют Свой продукт Так Кто-то Называет Нормально А кто-то Пишет Все Приставку Берлин Хеми И химитит В Берлине Окей Мы берем Мы берем Улучшарик Я короче В рейдж моде Я в ярости Чат Кусь Вставляем камень Кажель вылечить Не сложно Быстро Бережно Надежно Вот корзина Вот палач Девятинок Выбор наш Какой магазин Мы ничего в нем Купить не можем Думаешь Поможет Я имею ввиду Стримить Будет Неудобно Без головы Ну хотя Может играть Лучше начну Спасибо Спасибо За донат О Зелье дубликации Когда криты И эрки Двигаются Они копию Оставляют Поги Больше эрок Больше критов У нас криты Ты равно Ты равно эрки Палачу Заплатить Нужно Палач Наверное Очень много Денег Попросит О мой бог Элитка В ивенте И почему Шипарик Первым Шариком Это непроходимо Без масс Урона Бомбы Больше Не выносят Слизня Сейчас Бомбы Больше Не сносят Мелких Слизней Поэтому Получается Что Мы ничего Не можем Сделать Ну мы можем Если у нас Идеальные Будут Роллы Теперь тебе Нужно Вручную Выносить Слизней Бомбы Помогут Но они Больше Не Панацея Окей Может быть Мелкий Шарик Нас Спасет Кстати Он Хорошо Бомбы Взрывает По-моему Эта Элитка Теперь Стала Почти Непроходима То есть Старая Тактика Была Взорвать Три Бомбы Они Дамажат Слизня И Потом Твои Шарики Начинают Тоже Дамажить Слизня Теперь Это Нет Это Не так Уже Работает Походу А Теперь Я Взрываю Три Бомбы И Мне Надо Еще Два Три Хода Подразить На то Чтобы Снести Приспешников Слизня Я Не знаю Что-то Какая-то Ересь Конечно У нас Много Критов На столе И Теперь Физически Невозможно С На Слизня Сыграть Этот Мы Больше Не Можем На Слизня Сыграть Шипар Потому Что Бомбы Не Зачистят Я Не Знаю Ребят Че-то Беглин Вообще Че Делать Какой Билд Должен Быть Чтоб Вот Это На Первом Этаже Выносить А Если Мы Сейчас Прокрутим Он Двойной Удар Наносит Ну Мы И так Проигрываем Без Двойного Удара Но Он Еще И Двойной Удар Ж Сделает Я Не Знаю Че Делать Ты Был Избранником Предрекали Что Ты Уничтожишь Ситков А не Примкнешь К ним Да Это Как Прикиньте Прикиньте В Slay the Spire У тебя То же Самое Было Прикиньте У тебя В Slay the Spire Короче Элитки Получают На Третий Ход Например Двойной Ход Я Да Я Не знаю Без Хил Кошара Не Играбельно С вампиром Или Хил Кошаром Совсем Другое Дело Да Барлок Ваше мнение Насчет Новой Лиги В Пое Кстати Ой Даже Не спрашивай Я Пока Тут Болел В Pass Foxile Поиграл Немножко Новую Лигу Я Я Такой Неиграбельной Ереси Не Видел Давно Кстати О Неиграбельных Рогаликах Чат Кто Играл В Новую Лигу Спас Foxile У меня Крыша Едет Или Она Неиграбельная Что Там Там Рогалик С Механикой Постоянного Здоровья Которая Не Пополняется И Где Надо Не Получать Урона Не Получать Урона В Pass Of Exile Карл В Pass Of Exile Не Получать Урона Это Игра Про Получение Урона Там Все Билды Заточены На То Чтобы Есть Лицом Тысячи Дэмэджа От Мобов Фарлока Крыша Едет Рогалики Везде Вы Видит Я Не Придумываю Привет Спасибо За Стримы Утешительный Приз Дивер Дженшин Спасибо тебе Большое Спасибо тебе Огромное За донат Спасибо за 320 Сердечком Рублей Утешительный Приз Нам надо Подумать Мы Сейчас Поспим С Этой С Этим Пеглиным В смысле С этим Возвышением Новым Пеглино Но я Не знаю Как мы Это Будем Проходить Наверное Ждать Пока Щит Не Выбьем Первым Реликом Круглостраж Ретрополис Стайл Да В Ретрополисе Была Прохожая Проблема Там Тоже Первую Элитку Мы Не Могли Пройти Мы Таки Запускали Первая Элитка Приходит И Пу Тш Продолжение следует